Субтитры делал DimaTorzok Давайте начинать! Карьера 26-летнего Кинг Вона шагает по восходящей. Близкий Лил Дёрка начал заниматься рэпом в 2018-м. Со своим ранним синглом Problems артист как бы показал свой талант миру. А затем в том же 2018-м его хит Crazy Story принес ему огромное количество слушателей. Сейчас на клипе Crazy Story артист собрал уже более 50 миллионов просмотров. Видимо, шарм от того, как Вон рассказывает историю об ограблении, которая внезапно стала жестоким, обладает довольно притягательной силой для слушателей. Другой момент, которым Кинг Вон вовлекает слушателей и заставляет его воспринимать строчки артиста всерьёз, это его прошлое, которое даёт ему аутентичности в жанре. Вон на самом деле является тем персонажем, о котором он рассказывает истории в своих песнях. И хоть не все истории в его треках происходили на самом деле, многие из них он придумал, пока пребывал в тюрьме. В рэп-игру артист вступил, имея за плечами такие приговоры, как вооружённое ограбление, незаконное ношение огнестрельного и участие в нескольких перестрелках. И как только карьера артиста начала набирать обороты в результате ярких красок в его историях и жёстких дрилбитов, он переехал в Атланту, чтобы работать бок о бок со своим близким и другим немалоизвестным артистом Лил Дёрком, который подписал его на свой лейбл OTF или Only the Family. Однако, несмотря на то, что артист переехал, он всё равно топит за Чикаго и не забывает родные окраины, часто упоминая свой город в социальных сетях, а также в песнях, как, например, в Broke Ups, клип, на который он дропнул в марте. Предлагаю поподробнее остановиться на криминальной истории Кинг Вона. Большую известность на улицах артист обрёл ещё до погружения в музыкальную индустрию, когда он был ещё подростком. В видео Welcome to my neighborhood, O'Block, где Кинг Вон делился историями о себе и районе, где он провёл детство, артист сказал о том, что до восьмого класса в школе или до 15-16 лет он, по большому счёту, никогда не попадал в передряги. Он был простым парнем с района, который увлекался спортом, разве что иногда они могли украсть что-то по мелочи и только-то. Позже Кинг Вон впервые заработал свою поездку в тюрьму для несовершеннолетних, когда совершил вооружённое ограбление, украв машину. Из-за того, что парень был молод в то время, судья согласился снять обвинение при одном условии. Вон должен был посещать учебный спецлагерь, где ему должны были помочь встать на пути истинный, как говорится. Однако, как оказалось, эффект от этого лагеря действовал на Вона недолго, потому что почти сразу после этого Вон снова загремел в тюрьму из-за того, что был пойман за незаконное ношение огнестрельного оружия. В интервью с Passion Ways сам Вон сказал, что был в тюрьме много раз. Наибольшие пребывания были 14 месяцев, затем недолго после 15 месяцев, Однако, артист не вдавался в подробности, за что он попал в тюрьму в эти два раза. Самый продолжительный срок пребывания в тюрьме для Кинг Вона – 3,5 года в ожидании суда, после того, как он обвинялся в убийстве человека по имени Мальклим Стакки на вечеринке в Энгливуде в 2014 году. Тогда Вону было 19 лет. Помимо убийства, Вон обвинялся в ранении двух других в то же самое время. Друг Вона, Майкл Уэйд, был с артистом во время происшествия и, как сообщается, тоже совершил 15 выстрелов. Однако, его сразу же приговорили к 28 годам заключения, в то время как с Вона сняли обвинение и отпустили. После оправданий Вон уже всерьез занялся музыкой и начал набирать обороты в своей музыкальной карьере в тот момент, когда в феврале 2019-го его снова арестовали за стрельбу в Атланте. В этот раз совместно с Лилдерком. Ребята попали на камеру, которая запечатлела то, как парни стреляли в кого-то и ограбили на парковке ресторана. Раненый, которым оказался Александр Уэйдерспун, остался жив. Вона и Дёрка задержали за попытку убийства, незаконное ношение огнестрельного оружия и ассоциацию с криминальными бандами. Дёрк и Вон были освобождены в позднем июне под залоги в 250 и 300 тысяч долларов соответственно. Вон выложил пост с подробностями об освобождении в Инстаграм, однако позже его удалил. И с тех пор продолжает постить о личной жизни как раньше. Сейчас Вон находится под домашним арестом. Последний момент, который я затрону в сегодняшнем видео о Кинг Вон, это его ассоциации с Лилдерком и ОТФ. После того, как Кинг Вона отпустили из тюрьмы через 3,5 года, его друг Лилдерк сразу же подписал артиста на свой лейбл ОТФ. Вон дропнул свой знаменитый сингл Crazy Story в 2018, на который сам Лилдерк также залетел в ремиксе позже. Ранние предположения Дёрка о потенциале своего друга подтвердились, когда дебютный микстейп Вона под названием Grand Sun Vol. 1 был дропнут в сентябре 2019 и занял 37 место на билборде с R&B и хип-хоп альбомами. Второй альбом Кинг Вона Ливон Джеймс, отдающий дань звезде NBA Леброну Джеймс, был выпущен 6 марта 2020 и собрал еще более позитивные отзывы, нежели его первый микстейп. Этот микстейп занял 36-ю строчку на билборде. 30 октября Кинг Вон дропнет, или дропнул в зависимости от того, когда это видео выйдет, свой дебютный альбом Welcome to O'Block. И, я больше чем уверен, этот альбом наберет просмотры. Всем, кто не знаком с творчеством Кинг Вона, очень даже рекомендую послушать парня. Особенно, если вы скучаете по дриллу 2012-го, как сказал Лил Дёрк, ибо парень делает чикагский дрилл в своем соусе, определенно задавая прожарки. Такое вот видео об артисте, подающем огромные надежды Кинг Воне, друзья. Слышали ли вы когда-нибудь творчество этого парня, и нравится ли вам то, что он делает? Обязательно делите своими мнениями в комментариях, будем обсуждать. Ну а для вас старался и со слайм, подписывайтесь на канал, предлагайте идеи для роликов мне в инстаграме, ссылка будет в закрепе, и увидимся в следующем видео. Чи-чи